ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, меня зовут Макс, и я воплощаю в реальность супергероев, стараясь найти идеальный баланс между практичностью, реализмом и каноном. Тут не будет привычных всех поделок с картона, склеенного жидкими соплями, резинок, скотча и прочей ерунды. Тут только настоящие реплики, максимально приближенные к их оригинальным прототипам. И сегодняшним героем выпуска будут когти Черной Пантеры. Увы, весь вибраниум мы потратили на щиткэпа, а антиметалла не нашли, поэтому сделали с нержавейки и стали. Не пугайтесь большого количества различных станков, вполне можно справиться только болгаркой, шуруповертом и сварочным аппаратом. Это трио минимальный набор самодельщиков. Хотя, конечно, сейчас всякие рукожопы по типу мамикса, никогда не бравшие инструмент в руки, заставляют общество деградировать и клеить все с бумаги, но, черт возьми, мы в детском саду, что ли? Послушайте того же Крастера, мужик тоже делает суровый топ-контент. Когти изготовлены как экзоскелет и независимы. Это позволит фантазировать с различными версиями костюма, легко перебрасывая когти с одного на другой, или вообще носить без костюма. Плюс очень удобно ремонтировать в случае поломки. Пока что это обычные когти из нержавейки с резьбой для быстрой замены или апгрейда. Парочка стальных колец. Откидные болты, которые позволяют пальцем двигаться, их можно купить в интернете, я же делаю и сам. Мне так удобнее, плюс нержавейки такие достаточно сложно найти. Крепление к ладони взято с велосипедной задней перекидки. Достаточно просто ее разобрать и согнуть под форму руки. Далее применим газлифт для гашения удара, а также во избежание травм при ударе. Он просто не даст руке прогнуться больше дозволенного. Когти вырезаны болгаркой и заточены на точильном станке. Ну и лепестковый круг на болгарку тоже справится. К ней приваренная гайка. Важно приварить когти вертикально, так будет прочнее. В будущем они просто скрутятся и заменятся откидными или еще какими, на что фантазии хватит. Чтобы когти повторяли движение пальцев, необходимо нарезать такие кольца. Возьмите толстую трубку, в которую свободно будут проходить ваши пальцы в перчатке. Только не слишком свободно. Нарежьте пять колец. Снимите заусеницы по краям, это очень важно, иначе при ударах неизбежно можно рассечь кожу. Если есть возможность, внутри сделайте то же самое. Или хотя бы пройдитесь напильником. Фаланги должны изгибаться без затруднений. В согнутом состоянии они работают как костер. Теперь нам нужно сделать такое углубление в болте. Справится обычный шуруповерт, но я захотел попробовать на токар. В примере увидел, что болт слишком низко и нужно парочку подкладок. Нарезал несколько себе на будущее, точно еще пригодится. Теперь все хорошо, можно сверлить. Крепление для болта с тыльной стороны ладони изготовил с помощью 12-тонного пресса, обогнув вокруг формы. Вам же можно просто просверлить сам болт на вылет и прикрутить к ровной пластине. Вот что должно получиться. Тут ясно видны все узлы. Кольцо и болт соединим гайкой. Так можно будет регулировать вылет кольца, если рука вырастет или изменится перчатка. Приварим к кольцу гайку, что соответствует болту. Рядом держите емкость с водой, это быстрее все остудит. Различия есть только на большом пальце, там нужна еще петля дополнительно. В самом когте также надо просверлить отверстие и прикрутить к петле, собрав все воедино. Черные резинки – это дверные уплотнители. Они по факту только для красоты. Как видите, собрать такую перчатку проще простого. Если у вас есть идеи для апгрейда или что еще попробовать уничтожить, пишите. А с вами был Макс и до скорых встреч, друзья!